В колониях региона наказание за различные виды преступлений отбывает больше 7 тысяч человек. Сидят убийцы, насильники, воры, мошенники, те, кто за решеткой впервые, и рецидивисты. От мира и общества их отделяют толстые стены, колючая проволока и караульные с оружием. Зона сейчас современная, тут на каждом шагу камеры видеонаблюдения. Сбежать фактически невозможно. Можно сказать, невозможно совсем. Ведь в паре с офицерами круглосуточную службу несут собаки. И кажется, что они не знают усталости и способны увидеть и разнюхать то, что человеческим чувствам недоступно. В учреждениях у Синроссии по Ивановской области проходит служба 118 собак. Собаки подразделяются на разыскные, патрульно-разыскные по поиску взрывчатых и наркотических веществ. По приказу в Синроссии служебные собаки приобретаются за счет бюджетных средств. Но есть случаи, когда сотрудники-кинологи приводят на службу своих личных питомцев. У каждой собаки свои профессиональные качества, которые кинолог развивает регулярными тренировками. Здесь в сезон номер один разместился городок содержания служебных псов. В вольерах живут 10 немецких овчарок. После работы офицеры приводят их сюда и оставляют до следующей смены. Своих напарников сотрудники очень любят и дружат с ними. Служебная собака является специальным оружием. Естественно, она должна иметь устрашающий вид, агрессивный вид по отношению именно к преступникам. Но к сотруднику теплые дружеские отношения между кинологами с собакой всегда есть, будут и они обязаны быть просто. Служебная собака сама по себе, конечно, является не агрессивным средством. Но в случае, если идет право нарушения со стороны преступника, собака автоматически становится тем оружием, которое предотвращает все преступления со стороны спецконтингента. Колонию номер два в юже охраняет овчарка по кличке Торнадо. Пес – специалист по поиску наркотических веществ. Вместе с офицером Александровой он обыскивает спальные помещения и разнюхивает, не припрятаны ли запрещенные вещества. В комнате проведения свидания однажды мы досматривали посылки. Он сначала очень внимательно принюхался к одной из посылок, стоящих в ряду, потом обозначил, сел. И при досмотре, после этого было в финиках, по-моему, было обнаружено наркотическое средство. Чтобы надрессировать собаку на розыск, с ней нужно проводить огромное количество времени. Ездить на соревнования, отрабатывать различные варианты поведения осужденных. Пса ничего не должно смущать – небольшое количество людей, не запах любимых лакомств. Он должен уметь концентрироваться и слышать только кинолога. Мордок – молодая, но очень перспективная овчарка. Он работает в Иванове и уже показывает отличные результаты. Помогает офицерам обыскивать посылки, которые передают спецконтингенту родственники с воли. Недавно Мордок вернулся с ведомственных соревнований УФСИН, где прекрасно себя показал. Вошел в двадцатку по России. А весной этого года ему удалось обнаружить закладку из 280 граммов кокаина и почти килограмма героина. Объем был целый частный дом. Плюс, что немаловажно для собаки, большое количество народу. То есть это отвлекающие факторы кошки, собаки, всякая прочая живность. Да, 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 да. То есть отвлекающих факторов было очень много. И надо учесть то, что это был первый выезд такой его, серьезный. Обнаружим мы ее в диване. То есть для меня неудобство в первую очередь составило то, что когда он почувствовал запах, он просто прошелся по всей этой кровати. Что в принципе для меня было недопустимо. Но оказывается, надо собаке это позволять и к этому привыкать. Мордок – собака эмоциональная, юркая и непосредственная. Хозяйка пса Анна – кинолог со стажем. Ее не удивишь темпераментом животного. Рассказывает, к выбору щенка для работы в зоне нужно подходить ответственно. Собака должна быть породистой, здоровой, с устойчивой психикой. Эту малышню взяли на службу в начале 2019-го. Наша съемочная группа сразу отправилась знакомиться с хвостатыми. Пока они были молочными, пузатыми и очень милыми. Прежде чем щенки заступят на работу, их предстояло долго дрессировать. Начинать с АЗОВ, учить послушанию, а уже потом выбирать профиль для деятельности. У них будет разыскной и патрульно-разыскной профиль. То есть они будут учены на отыскание следов побега. И поимку бандитов. Собака у нас живет дома. Соответственно, видим мы ее 24 часа в сутки. И занимаемся с ней 24 часа в сутки. Элементарно похвалить собаку, дав ей какой-то вкусный кусочек. Собака должна что-то сделать. То, что в состоянии сделать маленький щенок. Потом это просто развивается, укрепляется и усложняется. Ампер и Айра за год существенно вытянулись. Теперь это забавные собаки-подростки. И они уже многое умеют. Она умеет делать ОКД. Сидеть, лежать, стоять. И жестом, и голосом ходить рядом. Бегать по лестнице, буму, в туннель. Еще она умеет делать в команде Ать. Но это с кругом вот так. И стыдно. Ну, по морде вот так. Лапкой. Мы будем с ней учить поиск на автотранспорте, в схоронах. По выборке вещи. Она должна будет обозначить там вещь ту или иную. И выборку из людей. Сложно представить, что из такого щенка буквально за полгода получается такая собака, которая уже может работать в СИЗО. Наши герои сегодня зонарные немецкие овчарки. Они отвечают всем требованиям. Большие, устрашающие, сильные, не боящиеся холодов. Кинологи натаскивают их на запах и одежду осужденных. Сами они без команды не набросятся. Но по первому же требованию легко. Стой, применяй служебный собак уже! Собак тренируют так, чтобы они бросались на руку и сильно человека не травмировали. Их задача остановить, а не покалечить. Внушить страх псы способны одним своим видом. Какие уж тут побеги. Собаки способны по запаху определить десятки видов наркотиков. Ни с чем они не перепутают и запах осужденных. Его они просто ненавидят. Поэтому на тренировках статист всегда одет в ватник, в котором ходит спецконтингент. На каждого человека, который находится в следственном изоляторе, есть запаховая баночка. То есть в случае побега собака подносится к носу запаховая баночка, и он, распознавая запах того или иного человека, как бы идет по следу. Разыскные псы, например, те, что ищут наркотики, на пенсию выходят раньше. В прошлом году на заслуженный отдых отправился пес-магнат. Мы не раз рассказывали о его работе в наших репортажах. Каждую посылку в СИЗО он обнюхивал с пристрастием. Отвлечь его не мог даже запах любимого мяса или колбасы. Собака прежде всего работает. То есть собака четко понимает, когда собака работает и когда собака отдыхает. То есть она может что-то съесть, что-то выпросить. То есть это ему тоже как бы не чуждо. Но на работе он крайне воспитанный. За все эти годы у нас не было ни одной попорченной передачки, вещи. По истечению срока службы собак списывают, но сотрудники забирают их домой. Невозможно просто так расстаться с напарниками, которыми дружили и трудились много лет. Магнат живет вместе с Мордоком дома у кинолога Анны. Ему 11 лет и старость он встречает в атмосфере любви и заботы. Зарплаты у собак-офицеров, конечно, нет. Но их кормят и лечат за счет государства. За хорошую службу могут и наградить. Правда, четвероногим это не нужно. Ампер и Айра на ближайшие 8 лет трудоустроены. Работать они будут по графику своих владельцев с такими же выходными и отпусками. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.